Всем привет! Сегодня мы поедем в Астрахань, увидим астраханский Кремль, увидим астраханскую архитектуру. Дело в том, что немцы не дошли до Астрахани и вся архитектура здесь сохранена. Для меня это очень интересно. Я давно ждала этого момента. Сейчас перед тем, как выезжать, смотрели с Лешиной мамой его детские фотографии. У него улыбка не изменилась. Такой хорошенький. В общем, едем. Сейчас заедем, возьмем Олю с собой и поедем знакомиться с Астраханой. Это электроцампы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дendoил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Переехли к Кремлю. Зашли тут. Парк небольшой. Так уютненько. Все зелено. Непривычно даже. гибискус это гибискус этот парк называется братский садик наш пошел водичку купить это и и и и и Построили крепость, потому что постоянные были набеги, и чтобы защитить город от набегов, нужно было строить Кремль. Вот стены, из них окошки. Из этих окошек защищали город от нападающих. Выливали смолу, стреляли стрелами. Такая вот была стена для обороны города. Это Причистинская колокольня, а это Успенский собор. А там лобное место, там казнили людей. Эта крепость изначально была деревянная, но после двух набегов ее сделали каменной, из кирпича. Кирпичи, из которых была построена крепость, были взяты из разрушенных зданий столицы Золотой Орды. Вот это самое старое, я думаю, здание у вас. А почему под крестом месяц находится? Где? Смотри, крест, а под ним месяц. Православный. А почему? На церквях-то нет такого креста? Не знаю, как нет, все время их были. Нет, смотри, там нету. Вот здесь вот находилось лобное место, здесь казнили людей. И, наверное, принимались какие-то решения здесь, или здесь только людей казнили? Ну да, указы всякие оглашались. И мы попали как раз на перерыв. Не знаю, насколько это точно, но раньше именно эту крепость называли Белый город. Вот. Краем уха услышала у экскурсовода, но Леша говорит, что это не точно. Потом в дальнейшем, конечно, крепость, город разрос за пределы крепости. В середине 19-го или 18-го века здесь были казармы. Это, получается, самые старые строения Астрахани находятся в середине этого Кремля. 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 сейчас мы с вами гуляем по парку а раньше здесь все было застроено домами преимущественно деревянными в стенах крепости жили более обеспеченные люди а за его пределами жили крестьяне и когда происходили набеги они забегали в стены крепости и пережидали осаду внутри а вот мы подошли ближе к стенам вот из тех окошек защищали крепость я думаю что за пределами крепости были поля здесь занимались земледелием животноводством а внутри все было застроено домами смотрите стоит крепость с деревянной крышей а на крыше балкончик из балкончика можно добраться до самого флага якорю крепости напоминает о том что мы находимся в речном городе и здесь занимались рыболовством а я тут вам рассказываю о животноводстве земледелий здесь наверное все было промышленность вся была на рыбном но вот эти особняки все вокруг все построены на рыбе все тут на рыбе были и торговали рыбой потому что по реке ходили суда которые ее покупали до баржа бурлоките деревянные шатры наверху стен были построены 60-е годы ничего себе прошлого века до этого не были без них стреляли защищали из луков наверно стреляли до ну тогда уже были пушки пищали он смотри там узкие дырочки тоже наверно там для пушек интересно так и высота то небольшая может она тоже как бы было попробуй залезь когда на тебе там камни летят ну да это здесь с этой стороны она небольшая а там то еще ров раньше волга прям к стенам подходила лодки прям подплывали к стенам кремля а где они находились разных религий и народов которые здесь проживали в то время грузинские и персидские ничего себе макс вот эти вот арочки это называется бойницы когда было большое наступление их вот эти вот окошечки проламывали для того чтобы использовать более мощную технику то есть пушки этот город стоял на шелковом пути то есть шелковый путь проходил через этот город все будем выходить мы из кремля познакомиться с астрахани куда же разрослась эта крепость вот здесь уже лёша говорит была река корабли сюда приплывали прям рядышком вот крепость сейчас мы с вами находимся рядом с памятником отца ленину он здесь в астрахани был учителем здесь госпиталь дома с собачкой а и и и и и и и и Сейчас мы находимся около Сакса Астраханского. Раньше это была рыбная биржа до революции. Сюда приплывали баржи с рыбой. И люди выходили на балкончик и смотрели и покупали эти баржи. А это цветут лотосы. Это книги русских писателей. Можете сканировать QR-код и читать. Тут написано, для каких устройств это подходит. Типа Android, iOS, Windows Phone. Библиотека уличная. Сканируете QR-код и читаете книгу. Смотрите, какой балкон на доме. Там еще и голубятня. В центре города. Балкон с голубятней. Это же голубятня, да? Наверное. Это аж горожная. Не страшно ли тебе? А может наоборот, чтобы туда голубя не витал. А это мост влюбленных. А этот домик в разобранном состоянии. Ну, красивый дом. И в центре. Почему так случилось? Ну, уже давно на реставрации. Смотри, там дети растут. Тут кусты. А рядом такой же. Не похожий. Смотри, там детский. Смотри, там дети растут. Мы зашли в какое-то заведение покушать Мы не знаем, как оно называется Тут короны какие-то были Может, выпуска? Танюха, тебе, по-моему, больше всего нравится Я как ниндзя Корони Король ниндзя Тут есть знак в Астрахани В рядом с которым все звонят маме Надо позвонить Алло, мам, привет Как дела? Мы приехали на 17-ю пристань Как мы видим, на ней стоит Петр Первый Какие красивые фонари, смотрите Как будто это мачта парусника Красиво как Мне все хочется сказать, что это морской город Морской? Морской? Морской Аааа Вот эти краны Это же плакартовые краны Да Ну да, здесь же море Просто к морю здесь доступа нет Только на лодке К морю здесь можно добраться только на лодке Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как Плетеный у нас в Краснодаре тоже такое есть Это дерево Змеи Горыныч У него три головы Да кто-то сплел МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мама кушать нам насыпала. Ой, приехали. Приехали с нами. Оля сидит с Максом. А вы тоже есть не хотите? Нет. А, жарко. А мама тут наготовила. Наготовила, но старалась. Познакомьтесь. Это Лешина мама. Мама. Ты мне съедила? Хочешь? Ну ты мне съедила? Это мне выделили. А что, что уху не сняла? Да, что-то не подумала. А пока мы ездили по Астрахани, Мика нас ждала. Мы не взяли ее с собой, потому что в Кремль бы нас не пустили с Микой. А мама сфотографировала, как Мика нас ждала. А этот камушек мне подарила Оля. Ой, не хочет сфокусироваться. А чем это ты рисовала? Гуашью. Я потом вакуум покрою. Да. Очень красиво. Видите, какая молодец художник. Ой, я не смущаюсь. Больше сегодня снимать не буду. Всем всего доброго, всего хорошего. Пока. Субтитры подогнал «Симон»